книжку талантов этих спелов в выживании ищи ловушку замораживающий выстрел на второй странице по левую сторону к самому ну как выглядит как будто это фортбол летящий но только арканы такой вот его выставляет ею кидайся вообще если у кого-то смотрите ну чисто так скажу вы в игру играете которая как бы 12 плюс вот и если вы хотите вот прийти там 25 курить и чтобы не было проблем каких-то что вы допустим там что-то не знаете что то вас там на панели не выстрелена просто на досуге возьмите 15 минут займитесь персонажа позовите позовите своего ребенка не откройте ничего это это то же самое ты ко всем относится хоть месяц хоть даже бывает люди играют несколько лет и не знают какую-то способность вот что даже если ты допустим даже если ты день играешь первое твое занятие что ты должен сделать на персонаж если ты хочешь за него играть тебе нужно открыть и все заклинания прочитать пас попаса разместить если ты допустим прочитала не понял зачем она тебе нужно спросить кого-то вот и расставить обязательно их все на панель вот и потом уже те которые используются часто ты ставишь поудобнее для себя на 123 там допустим qrt кнопочки по назначить а но я когда пользовался я я же его не качал с нуля я его сразу бы я не понимаю я лужками вообще не пользовалась еще ничего потихоньку будет все научиться потихоньку главное что если у нас никто не заставляет в к брать поэтому я вас я вас не буду на счету там типа о там гп там еще там это как бы не то если люди учатся то пожалуйста что давайте там ханта есть ним наверно то есть а главное в чем есть а он еще или диска лежит я не понял кто из нас хитрозады и давайте я думаю вот этих мобов убьем уже просто 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 убьем просто беги на них прямо вперед пара юзиски на хотите не надо я ем я тоже делись нужно стояла рыба чего сейчас щелкнем эти три мобода но вот опять москетов там оттанчил мобок смотри вот кого сейчас притянула к могу обратно беги в сторону квадрата звезды сейчас побьем его немножко и появится щит на нем и появится другой мог надо будет того мама бить чтоб щит исчез этого главного баба вот еще кого-то он возьмет в контроль не а у есть и вот 2 моба выбираем будут маленький вот такой порождение бездны сейчас кого-то будет в контроль брать не бейте своего потому что что не бейте он не берет отстань противный и с той стороны 2 щелкнем на саранита будем рулить нет или можно понять на какой саранит месторождение сначала босса давайте убьем потом уже месторождение там давай вот это мы по объемам потому что саранит там вот это все рыба исчезла я как бы сел пора поесть но что-то нету бафа обама бабе пучно все просто пустую тарелку далее все да 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 я знаю подлежала и бафа не получил вот так когда это вот прист рядом здесь стоит сорвал всю рыбу кто кто кому саранит должен давайте разрулим ну все понятно супер ролл чего и не выводе саранит же активности всегда меньше ров кому он нужен корнякам не знаю так по моему крестки я уже не помню кидаются крест или череп узнаем вот здесь у тебя есть вот вот он саранит видишь подойдет не бойся в сурик отстань туда по идее то уже вроде ради время все убьем давайте вот этого босса когда собираетесь завтра собираетесь завтра чем у среда ну да почему не я я короче я с работы прихожу в 1630 это самая ранее но это обчаянная напиток а прижигация это сколько будет по мск 6 но вот я и говорю по мск 1630 вы собираетесь где-то в 15 я так понял да я с 15 до 8 я 22 работу вот завтра второй день я я буду где-то 1630 до 17 это зайду в игру вот тут наверно пути ну а потом когда будешь потом буду значит четверг пятница отдыхаю буду полностью что и соберемся четверг во выходных не в четверг у нас охота начну я можете на охоту вы можете на охоту зайду даже не мы пока не собираем как хорошо я понял пятница значит эльдуарда давай попробуем в пятницу собрать анонсик хорошо делают я я тогда подделаю персасе 352 пуска возьму там за 4 под барахлю короче ой давай побольше кушав вот босик значит смотрите очень простой действие танка вот как босс стоит менять и сейчас даже вот так сделал чтоб тебе проще было чтобы ты понимал вот ты прибежал вот сюда в квадратик да вот там и стои лицом к нам пускай он стоит вот там и там и стоишь по лицам чтобы он не сдвигался с места где он стоит как подбегаешь ему чтобы никуда если он заделся то вернешь его на место вот ртдшники начинают бой звезде вот это не обязательно прям не всегда стоять там мы будем выбегать право-лево кому как удобно но во время боя будет вешаться метка или череп или крест точно не помню на крест поставил эта метка называется метка безликого в будущем если все хотят рейдить двадцать пятки советую всем поставить воду даже если урока ханты так далее сегодня хилищик вас воду и в ней все можно будет все дебафы эти смотреть в принципе дбм на голову игрока метку вешать смысл этой метки она дамажит всех вокруг себя на 20 метров и весь этот дамаг превращается в хп босса зелеными лучами от этих игроков идет к боссу и хилит босса в чем опасность весь рейд получает дамаг в большом количестве сам этот человек с меткой дамаг не получает задача этого человека с меткой локи ставят порталы примерно в сторону креста не обязательно в креста вот где-то до сюда вам достаточно кинулась на вас что тут говорил сказал ничего да игру я поставил вот задача там как угодно но самая задача вынести быстро это вот эту метку в сторону сюда вот значит вы выбежали если вы допустим один тик словили там дурить не умрет а два-три тика это и босс отхилится и рейд нужно будет захиливать будет очень тяжело значит холипал может стоять холипал дкшник и протопал обязательно стоите под боссом в прям в квадратики так и стоите прям там бьете дкшник твоя основная задача ты тут у д д не сорвать огромных антина пул дадите босс не таунтится босс этот не таунтится это очень важно для ддшников понимать то есть ханты смотрите на пулы пкд напала и твоя задача будет взбивать огненный каст там огненная такая полоска будет и его не перепутать с кастом переполняющий там как это мощь блять я уж точно сейчас не вспомню но каст вот жгучее пламя огонь огонек такой будет фиолетовое наступление тьмы вот это тебе смотри на него сбив каста не потратить заморозку мозгов дкшник будь внимателен вот там потому что по всему рейду дамаг пройдет и какой-то дебавь жесткий навеселеть повешиваться вот это дкшника задача сбивать так как по у нас не сбивать не сбивающего только один дкшник вот все рттшники будут стоять вот здесь везде спула бить спула не надо хопал хилит танка эрдру на подхвате стоит если рейд какой-то случайный дамаг словит он кастует мана напоминаю тут не восстанавливается вот значит будет летать каждые 12 секунд от босса в нас в рттшников и силов к темы здесь сова при стоим будет летать стрела тьмы такая как уж и пышников 4 до 4 или 24 вот задача за то время пока она летит у нас вот так вот как я звезда сейчас отбега отбежал прилетела это лужа упала и в эту лужу забежать и только тогда вы начинаете бить из этой лужи потому что в этой лужи уменьшается расход маны увеличивается дамаг и и скорость каста увеличивается вот все это увеличенное и по боссу бьете хорошенько вот но самое важное если это лог какие-то дамаги или там который опять вот хорошо лог дамажит не сорвать босса то есть смотреть в оман если вам она нету то ну я не знаю включать мозг то есть не сорвать босса потому что если босса сорвете босс не таунтится его так просто не вернуть то есть это очень важно чтобы вы это все видели вот давайте значит готовность танк удостоверить очков и посмотрим секундочку артурской inner тоже не регенит ману тут нет вообще ничего не где рту только заходит под босса потому что в этой черные жужи которого будет сюда падать появляется дикий дебаф там снижается отхил но и расход маны снижается по моему точно не помню толку если он не хилит он да он мало будет хилить но тут тогда важность в том чтобы он доставал до нас ну смотри в дружник можешь принципе под боссом стоять там стоять будешь если на вас не может дотягиваться немножко выбежать до это ветками махнешь ладно давайте этот насчет 3 танк бежишь остальные стоим ждем чего скажу будем делать танк и дакашник едва хила на счет три подбосса 1 2 3 бегите все остальные стрим гуляешь агро набираешь пока не объем никто ничего не бьет через три секунды кинется черная стрела у нас готовимся выбегаем право-лево кому-кому удобней от стрелы а метку ровно назад вот теперь вы зашли в эту лужу можете дамажить кинулась да вот еще кинуть меня нет и вы мне пишет вот и все отлетели я я чисто по анимации увидел что она летит у нас я не заметил она она вот она из босса вылетает и вернулись обратно вот сейчас и новый метка без никого на локи от лока портанулся молодец там люди были это либо на босса смотреть либо dbm что вы блюдо мне он не объявляет заразы вот она видите вылетел не гид отбежали я вроде пока не словил за ориентируйтесь на на звезду на меня все принципе дамажем он она летит отбегаем на бывает иногда ускорено ничего за дело гречка ничего страшного вернулись бьем вот эти вот пары есть и когда разобьешь в них когда встанешь хп меняется на ману но увеличивается дома летит нам не метка я бегу отбегите от меня нормально все возвращать звезду бейте с метка нам не кончится и вернусь кассы кашник сбивали отбегаете и возвращаемся главное 300 километров не обязательно бежать найдите такой речь чтобы вы дамажить успевали то есть не прям недалеко там радиус взрыва там 10 что ли 12 метров весь вот она вылетела смотрите на звезду вот тут достаточно остановиться поп и забежать обратно то есть учитесь максимизировать свою пользу своего дамага вы наносили нормальный урон вот она летит это стрелка вот видите там петов вроде откидывает вот вот эту прожимку он дал на себя увеличился лишь размер крестик там выбежал дамы дамаг что все получаем так летит вроде в звезду а я про кукол возвращаемся объем но он смотрите имейте ввиду босс хилится и вот смотри под боссом вот эти лу вы виде служ вы виде вправо-лево куда удобнее вы виде да там летит хорошо сдвигаемся стоим здесь в принципе можете там стоит давай в ужасе вообще стойте сейчас она вот допустим нас не сюда в нас метка назад выбегай назад метка назад а вот я откинула просто бежим звезду с ключевая фигня на этом боссе это вот метка она вокруг бьет людей и босса хилит отбегаем а я свою первый раз здоровый стал но он на бирсу на себя вишкина периодически чтобы мы сейчас по мане не просели хилы летит там нет это надо камеру наверх задирать видно обзор но где-то там из из вот этого из руки метка на ком-то кинга на убегать воли он полетел от черной стрелы право-лево метку назад все стали 50 процентов хп после не можем перри перебить обметку от нас летит отбегаем я не вижу ну ты камеру задери но она по мяку его видно не из правой руки вылетает черная метка летит не да я понимаю но я и за то что дыра камеру я полосы не затирает наоборот приблизили вверх поднимет окрасной дали камеру так метка на мне и отбегаю вы смотрите там когда черный парашек лететь 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 опять да она занимается когда рядом с человеком на котором метка вот это неважно которая поставил 3d на полу самое главное сначала бедный босса она кстати не прямо в метку летит получается она летит она летит в случайная человека а у меня полетела в новую лужу встаем он так и заканчивается если что ну да поэтому это все видишь заметок метки так крестик кинулся надо каждый круг выбеги там из-под босса выбеги 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 дурдом летит нет не видно там помешался смотрите у кого мана кончилось слева справа разбейте вот эти пары в них встаньте но смотрите хп будет меняться на ман он летит если мана хилы кончились или у кого-то там то поменяйте немножко хп на маму метка к типу на самое главное крестик над головой вешается так хантат прыгать 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 хорошее поле уволю чок этой парам подошел учу они когда умирают пары появляется лужи вот в эту лужу встаешь у тебя хп уменьшается мана увеличивается вот но ты дамага научаешь при этом это это увеличивается количество то есть как поклятие лука агония ну короче поменять но надо за своим хп смотреть чтобы не сдохнуть ну что дамаг сильно увеличивается в прогрессе от к 5 секунд крестик смотрим от головы вот крестик появился долл осну куда-то отбегаем и это у меня дома ну это возле лока 20 метров раньше очень большой захиливаем людей ок ну ты чё от него тоже отбегайте вы стоять должны бить только в черной лужи в нее вы не бьете отбегаем и ваша упадет час не устаю вот упала эта параша звезду вот зашли и только тут вы дамажите в остальных местах вы не дамажите потому что вы ману много тратите мало дамага наносите метко 4 секунды летит метко справа лужу крестик смотрим над головой хант отпрыг держались ушел да вижу я полетел сейчас сейчас в ту перебежим в новую лужу перебежим все объем так летит прикольно что-то разложено все стали опять ничего это если люди тут первый раз непривычно он летит 4 секунды ману где 3 можно убей саранитовые пары и когда они умрут появится лужа люди станешь в лужу у тебя будет уменьшаться хп и увеличиваться мана но смотри не сдохни потому что может убить эта штука усиливает дамаг свой современный он разбейте давай я тебе разобью вот видишь пары вот перед боссом сейчас разобьются пары вот видите там не отбегу я в ней вот сейчас сейчас они умрут вот постой немножко но смотри за своим хп это молитва метка безвлекого метка убежал убегай так и черная параша пролетела в зеленую лужу стоим здесь везде в ту лужу зеленую не забегать это сдохнуть стоим не пьем сейчас появится новая черная лужа смотрите и дамаг будет увеличиваться по лечит x2 миллиона все звезду вставать и в эту в новую лужу взволи возле звезды и из черной лужи дамажте по боссу порезал мало и летит 4 5 секунд сейчас крестик выделите крестик смотрите быстрее у нас ушел ума нашел и так далеко все нормально добивать в принципе сблишь про йога очень очень долго рассказывать там очень много нюансов ну 30 десятки он простой плюс обычка ты про ульдвар по сам сам ульдвар он здесь только на сируси гера сам по себе ульдвар он умеет такое понятие как режим боссов то есть есть сложный режим есть простой режим например на юге есть если хранители всех призвать это самый легкий режим они хп и дамаг то увеличит и кучу способностей а если всех не призывать это будет самый сложный режим как вы убьем там если все футы 61 как бы если хотите йога убить то можно завтра это сделать завтра же следовать но так ты завтра плавно придешь я я приду ну где-то во сколько это по 16 так погоди с нас и только домой прихожу где-то ближе 16 30 17 00 по мск то есть нам останется если мы до скольки до до 18 сидим до ну час-полтора останется на йога в принципе хватит если хотите приходите все вот кто сейчас был или может еще кто-то давай давай все-таки на пятницу мы создадим и винт хорошо тогда когда пробить я про кд нет вы чё когда нельзя продлевать во-первых тут парня шмот другой 277 правда нам здесь мало кому 27 7 не ну вам не жужжет я просто просто сброситься плюс его да кстати говоря вот у меня вот 27 100 сейчас у меня два куска хватает ты 5 но типа как бы надо мне не скидывать когда ради йога нет бессмысленно абсолютно про продлевать мнение не надо 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 и пособить у них их и межи попозже согласен что заново пройти конечно да и причем еще пройти еще других дэшников и танков взять потому что вы тоже всех один друг а вдруг провести валить не 25 нам рано потому что там шмота очень плохо одеты люди все свободный не может 25 она надо смотреть это самое ну смотрите завтра давайте полтора часа час чего не зайдете полтора на полтора часа давайте попробуем но смотри юля уже не сможет на завтраком на ремонт а юля это кто у нас ну кто-то другой будет ну мы как бы хотя бы в девять там восемь человек кто сейчас был на йога посмотрите чё как тут не так сложно потому что надо хотя бы вы будете уже следующий раз придете вы уже сможете другим людям что-то передать как как хотите типа я зайду завтра гляну в дискорде если будете будете если нет то нет никогда кубок вот так что если будут люди давайте зайдем его щелкнем йог очень простой тут просто одну рассказать минут пять-десять потратить потом пару троев дать если что-то будет прям сложно там все легко на самом деле она пробуем если будет народ то соберем узко из того что есть завтра тогда погляжу учитываешь на 4 кд спинется ладно давай потому что до последний день а продлевать без не это ну как бы если бы я был там 290 я бы то что продлеваете там но опять же другие боссы на них эхэм режимы есть и куча всего с нуля-то сходить намного лучше будет на новом когда у нас ладно это пошло отойду на всем спасибо что слушай я давайте я тоже так смотри ты релик смотришь по стоянку ну опять же я не против но учитывать какие-то вещь факторы что вот я допустим завтра на работе я не подхожу под ртс 15 до 18 а вот 22 вот которые я выходные да я могу ну вот смотри у тебя стабильно какие дни ты конкретно сможешь 100 процентов ну 22 он получается как он живи и сдвигается график постоянно то есть да то есть допустим на этой неделе я допустим могу четверг пятницу на следующий ну и так то есть 22 на на следующей неделе там среда четверг то есть выходные на следующем вторник с на одном то есть бывают такие недели когда я четверг и пятницу работу то есть два дня в этом фишка страшно просто 4 но грубо говоря выходной и каждый день рейдить тоже не очень можно можно это скажу если при таком при таком графике можно просто ты же каждую неделю знаешь когда ты будешь работать когда выходной просто раз в неделю эти видовые дни обозначайте все да без проблем конечно и я еще предлагаю чтобы был ни один а допустим вот допустим как сегодня вдвоем я думаю все равно скотт хочу получается все равно опыт тоже они как бы опыта наберется плюс послушать как клава плюс тактики узнает и замещать смогут в принципе этот вариант мне нравится давай тогда попробуем посмотрим как паре лишь если все хорошо придет сразу тебе даю рейла звание даю права в дискорде соответственно ты в дискорде сразу будешь создавать и винты дни когда будет рейд ну и соответственно сможете на себя главный вопрос ответственно взять по сбору игроков то есть вот класс вот вот тут вот тут я хочу сразу сказать моя слабая сторона это конкретно онлайн то есть я человек который заходит на рт и я всю жизнь вот выводил рейды я захожу на два-три часа там четыре два часа каких-то разных гильдий я просто захожу провожу рейд и все я больше в игре не нахожусь то есть я очень-очень мало форму очень я да как сказать проще я не набер не набирал никогда людей я вот гильдию свою собирал на x4 но я как бы два-три человека нашел там одна гильдии что-то порылил там я не сказали ну все давайте нам верить а потом их гильдию позвал и они сами людей себе собирали то есть набор игроков это не мое и любить люблю тебя слова море занятием кто ищет игроков у нас есть а ну все ну не имеется в виду ты смотришь из списка кто есть эффективность этих людей конечно конечно эффективность людей их детость их возможности и какой рейд состав собрать оптимальный для бафов у всего рейда да это я без проблем все конечно классово да это я все понимаю вот в плане в плане ульдуара полностью могу с лока у тебя как практика за сука я как бы хожу туда но обычку я знаю хорошо а вот геры я в принципе могу порассказывать могу там все это самое но качество уже хуже будет потому что ульдуар это контент который я годами закрывал а за с ока я в двадцатом году ушел с x2 и там я только в ока герчу и алара убивал малар простой босс там принципе объяснить потом уже может и поизучать это дело да да конечно это все можно но там мне нужен человек который на которой был я побольше бы хотел опереться в плане того что ульдуара если я прям полностью могу взять все тонкости объяснить каждого босса там я тоже могу пообъяснять и открыть там прочитать все способности но в принципе и попробовать по внука убивать потратить но это будет выглядеть с моей стороны как освоение то есть я сам буду на камеру также тогда на снова один день и месяц поставляешь ей месяц вот я грим я создал гильдию только по одной причине потому что я не могу играть и рейдить постоянно нет гильдий а то гильдия который существует под мои рт это дальневосточная гильдия у них требуем 1090 и у меня выбор был либо за альянс и там я тоже не нашел гильдию я создал свою гильдию и вот со мной друзья и плюс старые знакомые которые на сервере играет ну вот все понятно но самое главное смотрите что я как бы позиционирую я не на кое фк меня нету цели в жизни такой брать какой-то фк что-то там кому-то доказывать я вот так вот объяснить людям там да давай вот тут станем вот тут тут этот танк это делает этот хил это я как бы это могу пообъяснять вот а в плане того что фк там что-то сидеть и жопу рвать там донатить в игру там еще что я и таким изменениями ни в коем сразу ни в коем разе мне главное она вовремя в рейде потому что тактику как бы можно и рассказать или сами изучу но фишка в том что нужно именно анонсить к ты бежишь кубе во время там все разбежали все сбежались и так далее и тому подобное вот ну в планах я так понял у вас актуальные цвета чё у нас в дуар десятка шанс в дуар зэс око и бронзовая вроде до святилища еще есть пропустить по сути там ничего такого нету мы печеньки возьмем зэс око денем в ульдуаре мы про обледен 277 шмот и все и нам уже хиджал открытый я я поправочку сделаю зэс око т5 там падает но которая зоды продается а вот зэс око гер там падает как раз печенька которая обмыт 270 до 290 а в ульде много шмота падает который туда ходить лучше чтобы пойти в зэс око в гер в принципе как я посмотрел если человек свой класс идеально знает допустим на своем примере 280 гера хватает то есть если допустим там fullt5 и у тебя там какие-то шмотки там 284 есть есть примерно 280 то твоего дпс а вполне хватает чтобы отыгрывать то что нужно для ульды 25 даже для героических режимов опять же я то в рейде был где все 278 это то есть поэтому тяжело это понятно просто фишка в том что вижу здесь не не топовые игроки прямо такие вот и дпс хуже и профессии не не топовые для персонажа чисто это все помаленьку потихоньку на нас нет фишка в том что вот смотри я допустим ханта взял у меня из профессии наложения чар ювелирка алхимия и травмничество если взять топового игрока в моем мать он будет больше добавить дпс если он возьмет профи именно для бафа своего перса значительно поэтому мы как бы казуальненько потихоньку одеваемся они спирали никого но но и не не висим на не топчемся на месте да да ведь рано или поздно начнет народ уходить который более-менее спокойно хорошо играет как это было в прошлых гильдии варгов народ был мы играли там сколько полгода если не больше и в итоге народ начал слакать и рэл психанул и ливнул и все и где тут же спал буквально за неделю но посмотрим поглядим я считаю самое главное вот я просто обратно показалось кто-то говорил самое главное вот нужно проявлять уважение как как бы то ни было вот ты сидишь за монитором ты не знаешь как человек сидит за другие монитора может быть у него что-то там проблемы со здоровьем может еще что-то нужно всегда учитывать может у человека код может интернет нужно всегда людям давать шансы и досконально стараться понять что у них за проблема почему что-то не получается вот это вот грубости все это присуще гильдиям которые действительно там цель себе поставить афига или еще что-то или какой-то закрытие контента быстро вот если мы это не ставим себе эти цели то надо стараться к людям просто получше относиться и тогда будут игроки которые тоже хорошо общаются с вами но может быть они что-то не делают идеальным уж не дают цифры космические какие-то но мы будем закрывать контент опять же то есть последним развалу с элементом прогресса потому что дальневосточники они чесношники но они это хорошо закрывают контент они за два дня с около льду полностью хм проходит и плюс еще сиджал весь за два-три дня крутые они крутые да и dps у них там дичайший а как у них называется они нарди дальневосточная дальний восток и дальневосточная гильдия вот так вот но там много через вышников я сколько раз с ними был в этих данжах там его повели реально я насмотрелся тоже за все время на через вышников на разных по его надо донял короче давай попробуем понравится тебе не понравится вот один я очень надеюсь что ты останешься потому что я вижу то как бы и преподносить информацию можешь осталось чуть-чуть тебе юминку контролить именно контролирует веселье и вовремя анонсить потихоньку походим конечно все сыграемся и будет нормально ну все давай завтра попробуем собраться то будет вот дата йога щелкнем пару раз я думаю убьем ну все спасибо пока завтра